Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Сейчас мы озвучим вот что-то во свете Библии, православный библейский сайт, это наш сайт. И самое ценное это вопросы и ответы. И сейчас берем пятый пункт, пятая папка, будущее мира, отвечая на 4124. И решили так, по 30 минут, ну 30 с чем-то, чтобы не меньше было. И сейчас мы как раз об этом говорим. Вопрос 3066, 16 том открытым оком. В селе народа земли примут антихриста. Есть же ревностные мусульмане, народы Индии, где есть свои чародей и иоги. Ответ. Очевидно спрашиваете о последнем всемирном антихристе. Потому что все, кто не признает Христа за Бога, принявши плоть, тот уже антихрист. 1 Иоанна, 2 глава, 18-22 стих. Дети, в последнее время, и как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что в последнее время. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына. 1 Иоанна, 4-3. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога. Но это дух антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире. 2 Иоанн, 1-7. Ибо многие оборстители вошли в мир, неисповедующий Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Такой человек есть и оборститель, и антихрист. Слово антихрист ни у кого так часто не встречается, как у Иоанна, ученик любви. Примут его все вместо Христа, как спасители от бед. Иоанна, 5-43. Я пришел во имя Отца Моего, и не принимайте меня. А если иной придет во имя свое, его примите. Откровение, 13-7. И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дано было ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем. Нет такой религии, которая говорила бы о своем окончательном исчезновении. И дано было победить. Мусульмане, мы захватим весь мир. Это уже когда христиане говорят, нас всех уничтожат. Ну, где-то там в тайге, в ущелье сохранятся. У Владимира Соловьева в трех разговорах об антихристе говорится как раз о том, что в каждой религии найдутся те, кто его не примет. И они все будут гонимы. Про христиан, православных, католиков, претестантов речь, а не йога, которые без того сатане служат. Нужно быть вписанным в книгу жизни у Бога, уверовать во Христа и жить в благодатном доме, в Церкви Христовой. Откровение, 13-8. И поклонимся мы все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Ангца, за заклану от создания мира. Привязанность к пышным богослужениям, к внешней красоте храмов будет содействовать принятию антихриста. В луках. При почти божеском почтении Папы Римского, католикам ничего не стоит, а боготворить и антихриста. Второе, Фессалоникийцам, 24. Противящийся и превознящийся выше всего, называемым Богом или святынею, так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Я еще раз скажу, то, что у меня стихи читаем, вот они не стихи, я называю проповедь в стихах, таких, чтобы на каждой строчке указано было место писания, в мировой литературе никогда не было. А почему, если я не знаю, у меня сама рука это написала, знаю писание, я должен подтвердить, что строчка взятая из писания. Вера верит в то, чего не видит, ей надежда спутнится в пути, а любовь ей греет и обиде. И в обиде. Говорит с улыбкою, уйди. Бережет, заботится, лелеет. Младших это старшая сестра. И глядят увереннее, смелее. Сестры в ожидании утра. Утром оправдается надежда. Вера все увидит и умрет. А любовь сильнее став, чем прежде. Двух сестер своих переживет. Авторство не мог установить, кто. У меня интересно было. Приезжает брат нашего епископа, Курочкин Михаил. И говорит. Я вот газету дорогой купил, там, Радонеж, кажется. И интересное. И стихотворение зачитывает про Самуила. Понравилось? Я говорю. Ничего так написано. А кто написал? Да откуда мне знать? А он показывает. Лапкин. Я говорю, еще лучше. То есть, плагиат это, которые щита воруют. И своим именем. А у меня наоборот. Мои. И я от них отказываюсь. Почему? А просто я шел. И вдруг Кесер написал. Отдал. И отдал. Кто взял? Ехал дорогой пока. Два стихотворения написал в поезде. Послали пасти коров меня. Коров паст день. Четыре стихотворения принес оттуда. Новых. По девять куплетов. Горелая роща подогнал. Горелая роща. Так и будет называться. Скотина. Гнать домой. День бегает. А тут домой. Это охватает. Я про это написал как раз. Быть лидером. Вот. То есть, она у меня чем-то вызвана где-то. Ну, это не стихотворение, если там в подлинном смысле. Но там столько аллегорий. Вызвал современным поэтам. Вопрос 4123. 30-й том открытым оком. Многие люди верят сегодня в скорое окончание мировой истории. И в то, что перед этим должно произойти. И обязательно ли о том всем говорить? Если это обязаны делать христиане, то как и что говорить это вкратце и обо всем нужном по этой теме? И что нужно дать, чтобы не попасться в врагу? Что нужно делать? Делать. Делать. Делать, вернее. Я... Не, Бухуя. Я не вижу. Я вот так. Ответ. Написано уже немало на эту тему. Вкратце это можно выразить так. За три с половиной года до второго и страшного пришествия Христа на землю, чтобы совершить окончательный суд, на земле будет единое царство со столицей Верусалима. Диктатора еврея-антихриста. Диктатора. Считай правильно. Диктатура еврея-антихриста. А уж подробности не всякие и вместит. Вместит. Ну как вместит? Вместит. Не... Вот по пунктам смотри. Сребролюбиво. Ты в себе никогда этого не будет. Самолюбиво. Чтобы не было самолюбования в этом. А ты должен Богу славу эту все отдать. Гордый. Ну то есть по порядку нужно все. Родители непокорны. Второй Тимофей. Третья глава с первого по пятый стих. И четвертый глава с третьего по четвертости. До высшей степени Лукаста дошел идеолог обновленцев в вопросе о принятии ННН и ретик Диаком Андрей Кураев, который успокаивает верующих. Мол, ну что, пусть мы даже и примем 666 на лоб и на руку. Ну и что? Главное, чтобы мы Бога не предали. Чтобы любили Бога. Так, теперь отношения у нас с Андреем изменились. Это дописано в более ранний период. Но я говорил и не отказываюсь ни от одного слова. Кощунственное остроумие. Кураева заходит так далеко, что он даже наставляет христиан при встрече с антихристом ответить. Приятно познакомиться. И позволяет себе утверждать, что не боится Бог чисел и штрихов кодов. Он не настолько пуглив, как некоторые бабушки и монахи. Такие безумные речи изливаются из его омраченной лукавой души. Заметьте, он об этом пишет. Я зарядил свои книги. Я Андрея Кураева поминаю 120 раз. Он меня, говорит, Игнатий протянул по всем кочкам. Он прижал ко мне сюда. Книги мои у него есть. И он остался в хороших отношениях. Но мы должны стойко исследовать примеру святых отцов и не поддаваться этим речам обновлевцев, превзошедшим своим лукавством даже бесов. Будем стараться, по словам апостола Павла, не внимать. Иудейским басням и постановлением людей, отвращающихся от истины, они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны и не способны никакому добрую делу. Титул 1 глава 14 по 16 стих. Зная предсказания святого апостола Павла и святых отцов о лукавстве нашего в последнее время, не приходится удивляться тому, как сильно изменилась изнутри русская православная церковь. Стала совсем мирской, обновленческой. Жалко, однако, что все дошло уже до такой степени. Очевидно, что Господу противно, когда архиереи поощряют жидомасонскую систему глобализации и с гневом брушиваются на тех православных священников и простых людей, которые, желая спасти свои души, выступают против внедрения этой страшной системы в Россию. Красновичимым свидетельством обличения Господом в безумии нынешних архиереев, защитников глобализации, стал тот факт, что когда Вологодский, владыка Максимилиан, во время воскресной проповеди гневно обличал противников и нынен, называя их фанатиками и сектантами, то в этот самый момент с купола храма упал крест. Еще одно вразумительное свидетельство гнева Божия – это скоропостижная смерть архиеписк по Евгении, возглавлявшего Нижегородскую епархию. Будучи совершенно здоровым, архиепископ неожиданно умер в тот момент, когда он намеревался ехать к Девееву, чтобы наказать монахинь, отказавшую участвовать в переписи. В последние годы все еврейские газеты и журналы активно пишут о начале строительства Третьего Великого Иерусалимского храма. Арабы, естественно, сильно волнуются и возмущаются, потому что они в курсе того, что Третий Иерусалимский храм евреи намереваются построить на храмовой горе, где в настоящее время стоит одна из главных святых мусульманского мира – мечеть Амара. Арабы знают, что евреи, прежде чем начать строительство своего Третьего храма, намерены взорвать эту мечеть. В 2001 году иудейские раввины взошли на храмовую гору в сопровождении большого числа вооруженных еврейских солдат и осуществили закладку углового камня будущего Третьего Иерусалимского храма. В настоящее время территория, где находится храмовая гора, принадлежит арабам. Поэтому арабы очень сильно возмутились, взволновались, ожесточились и начали кидать камнями в сионистов и еврейских солдат. Те, в свою очередь, открыли огонь по безоружным арабам. И началась в Израиле очередная интифада, то есть война камней, а на самом деле истребление евреями безоружных арабов, потому что арабы горой стоят в защиту своей мечети и мешают евреям убрать ее. Еще за несколько лет до решительных действий на храмовой горе жидомасоны поняли, что мусульманский мир будет сильным препятствием и серьезной помехой для взрыва, мешающей им мечети. Для осуществления своей античеловеческой цели, захвата всемирной власти на земле, на протяжении многих веков жиды действовали очень подло, коварно, скрытно, часто чужими руками, чтобы оставаться незамеченными. Это их сущность, это их почерк. Так и на этот раз. Для того, чтобы подавить и уничтожить сопротивление арабов мусульманского мира, жидомасоны жаждут развязать войну против арабов, натравив их на другие могущественные державы. Для осуществления этой цели они прибегают к очень коварным методам. Например, с помощью взрыва двух небоскребов в Нью-Йорке настроили американский народ на войну с Ираком. И в этот раз жидомасоны действовали не своими руками, а руками американских солдат, поскольку простые американцы для масонов такие же гои, как другие народы. А все жидовские СМИ, телевидение, газеты и журналы стараются обмануть народы всего мира, преподнеся свою наглую ложь, запутанную и непонятную. Жидомасоны запутывают, мутят весь мир, изливая по телевидению и по радио свою ложь, чтобы никто не догадался об истинном смысле происходящего. Это я ответы даю, повторяю, в университете, в СКПДР. Это не мой материал. Я взял и покажу откуда. А именно о том, что все эти бесчеловечные по своей жестокости террористические акты в различных странах мира заказывают они сами и руками исполнительных, чернорабочих, осуществляют свои сатанинские цели. В России первым осуществованием жидомасонства написал Сергей Нилус, который в начале 20 века опубликовал в своей книге «Близ есть при дверях» знаменитый «Протокол сионских мудрецов». И до настоящего времени это наиболее глубокая книга, раскрывающая сущность масонства, но издана она небольшим тиражом и доступна только православному читателю. И тогда писали, а после этого, как началась перестройка, ее пищатали где хотели, но сибирское издательство издало. Я из него это все брал. Из современных священников и православных публицистов мало кто говорит и пишет о масонстве настолько глубоко, как это делал Нилус. Но зато находящиеся в их руках радиотелевидение или не говорят о существовании жидомасонства, ни одного слова, как будто его не существует, а если говорят, то преподносят его как нечто таинственное, загадочное, интересное. Поэтому доверчивый народ или совсем не верит в существование масонства, или имеют о нем весьма смутные представления. А уж то, какими подлыми и коварными методами действуют жидомасоны для достижения своих целей, сталкивая между собой целые народы, к тому же делая это не своими руками, в это трудно поверить нормальному, воспитанному, доброму человеку. Под видом борьбы с международным терроризмом они надеются ускорить введение электронных паспортов с чипами и самих чипов, вводимых подкожно, на лоб и на руку каждого человеку. Микрочипы, которые будут вначале монтированы в паспорт, уже в большом количестве изготавливаются многими компаниями в США, Бельгии, Англии. Дальше прочитайте. Я буду сейчас так вот давать. Это одна и та же тема большая. Вот смотрите как. Прочитайте, тормознете и дальше прочитайте, чтобы вам было для знания. Прочитайте. Моего тут ни одного слова нету. Просто это свободно все продавалось, в газетах печаталось, и я ответы давал, и зачитывали их. Чайник поставить? Конечно, братья сына. Речь-то о пришествии Антихриста это не просто интересная тема, а оно касается каждого человека. И вот я заторможу, и вы тоже затормозите, и дальше прочитайте страницу, если вас заинтересует. Следующую. Я считаю, что человеку не во вред будет осознать. Поэтому, говорит, совершенно очевидно, что миф о расцвете православия в России действительно только миф, ибо признаков возрождения нет. Интересно так. К нам приехал наш архиерей, был тогда, и говорит, тоже возражение, да где вы видели-то, он где, на вашей общине? Ну, на что община, это капелька одна. Судя по духу времени и брожению умов, должно полагать, что здание церкви, которое колеблется давно, поколеблется страшно и быстро, некому остановить и противостать. восстать. Об этом кто говорит? Игнатий Брянщанинов показано. О расцвете православия, тут я на Кронштадтском поминаю. Вот. Комфортабельно, они любят, чтобы пришел, подстоял, свечку купил, и еще больше нет у себя. на обман. Цифровое имя, что-то навязать, именно что делается, мечеть Амара, какие планы их? Планы прямо опубликованы. Что-то были святые, как об этом говорят. Вот я протаскиваю вперед. Это большой материал, потому считать нам много надо времени. Мы даем направление, где просчитали немного. Так что, да и считать, еще найти надо, кто будет считать, что без ошибок. Это кто? Игумен Антоний. Вот он нашло. Игумен Антоний. Дальше. Ну, дальше эпиграф я беру. Ну-ка давай считай дальше, иди-ка, дружок. 1 Фессаллокийцам, 5 глава, 4 по 7 стих. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать. Ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, не тьмы. Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. А подменимым возрождением внешним показным зачастую скрывается последовательно чиничное построение системы антихристовой церкви, интегрированной в богоборческую госсистему с одним общим закулисным руководителем. Вот так. И дальше тоже прочитайте, что делают в церкви, в монастырях. Здесь очень богатый материал. Лицемерие какое. Вряд ли благодать Божия станет вращевать лукавых ленивцев, даже не стыдящихся своей духовной ноготы. Вот так. О чем молиться? Как первое место ставленное непокаяние перед лицом Божиим. И к стихотворению. Условно ли, чтобы Бог определил и зафиксировал навек святое слово, что изрекли пророки и напел Давид. Все это свято, но не без условий. Везде в условии без устали сигналят, что обещания Божьи непреклонны. Но если мы предатели каналии, то Бог и кедр ливанский переломит. к земле обетованной добрались. К земле обетованной добрались. Обетованной добрались. И Бог условия в закон ему влагает. Пред вами склоняются вельможи-короли. Где склоняются? Бог в одну добавил и рифму потеряно. Пред вами склонятся вельможи-короли. А далее чуть зримая и ршится запятая. За запятушкой сключенной овраг, в который враг спихнет непокоривых, не разбирая кто какой подряд и всех попов за бороду и гриву. Условия, что все... Слово гриву понимаешь что такое? Да. Вот это длинные волосы священников. Условия, что всем жестоковыным придется договор о мирной жизни сдать. А кавес стыни примет непрокинный. Бог для воров восстанет слово стать. Словно. Словно стать. Но безусловно... Не безусловно. Надо же. Прям беда какая. Не безусловно и завете новом не благоволит Бог ко всем... Не благоволит Бог... Не благоволит Бог ко всем распутным. Это рифму то как-то сохраняй. Не безусловно и завете новом не благоволит Бог ко всем распутным, что добрый изрек, согнет в подкову, из списка вычеркнет и намертво забудет. Условия нам нужно чисто соблюдать. Любить Создателя гарант всех обещаний. Иначе вместо счастья прет беда, отнимет все, чем одарил вначале. Бог, безусловно, есть всегда любовь, когда казнил при Ное и Содоме. К врожденному слову Бог нашлет врагов. Снаряды метки на них в пустой обойме. В обещанном нам есть и многократно условия нигде не нарушать. За запятую Бог условия не спрятал. Все запятые прилепил к ушам. 20.09.08. Да. Следующее. Вопрос 2180-й. Восьмой том, открытый локом. Вы говорите, что в Писании нет того, чтобы кто-то как-то вывести из ада наших родственников. Но церковь молится мученику Уару, который имеет от Бога такое дерзновение. И по его молитвам наши родные могут получить перемену в состоянии за гробом и быть в раю. Так же и Паисию Великого... По Великому молятся. Слепилось все это. Ответ. Нельзя сказать, что совсем уж на пустом месте это заблуждение относительно Паисия Великого и Уара. В житиях есть сон почитательности Уара Клеопатры и на его основе все остальное произросло. Но за гробом участь неверующих никто и никогда не изменит. 2 Коринфянам 5.10. Ибо все нам должны явиться перед судилищем Христовым, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Иокрисиаст 11.3. Когда облака будут полны, то они прольют на землю дождь. И если упадет дерево на юг или на север, то оно там и останется, куда упадет. Иоанна 3.36. Верующий в сына имеет жизнь вечную, а неверующий в сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Уар. 19 октября. Кавычки открыты. Одна благочестивая вдова по имени Клеопатра родом из Палестины, муж которой был военачальником в Египте и которая имела сына еще мало отрока по имени Иоанн, со скорбью смотрела издалека на страдания Уара. Которого казнили. Когда тело святого было брошено вне города, она ночью взяла с собой несколько рабов своих и тайно унесла многострадальное тело святого Уара. Принесшей его в дом свой, она выкопала могилу для него в своей спальне, предпостелью своей, и там положила его. На следующее утро наместник вывел из темницы прочих страдальцев и, долго мучив их, усек мечом и бросил за городом непогребенными тела их. Та же ночью, которой тайные исповедники Христовой веры предали погребению. Клеопатра все время возжигал над гробом святого Уара свечи и совершал окраждение, почитая его своим великим заступником и ходатаем перед Богом. Когда прошло несколько лет и гонение утихло, Клеопатра пожелала воротиться в свое отечество и долго размышляла о том, как бы ей унести с собой мощи святого Уара. Наконец, приготовив ценный подарок, она обратилась к наместнику через одного халатая с такой просьбой. Муж мой был военачальником и умер здесь на царской службе. Окончательному погребению он еще не предан, ибо в чужой стране нельзя его похоронить так, как прилично хоронить важного военачальника. Я же, оставшись вдовое в чужой стране, хочу возвратиться в свое отечество к своим родным. Придумала, какую басню. А ты жития все взята. Посему позволь мне, господин мой, взять с собой останки любимого мужа моего и предать их с почетом погребению в моем отечестве, в гробнице моих ветках, ибо я не хочу и по смерти с ними разлучаться. Так поступила эта женщина ввиду того, что христиане, узнав, что она выносит из их города мощи святого мученика, могли бы воспрепятствовать ей в том и отнять у нее сие драгоценные сокровища. Борьба какая началась. Наместник же, приняв подарок, разрешил ее ввести тело ее мужа. Документ дали, конечно, с печатью. И она, взяв вместо него мощи святого Уара, принесла их, как некую драгоценность из Египта в Палестину и в своем селении положила со своими предками. всякий день она ходила на гробницу святого, совершала там каждение и ставила свечи. А по ее примеру и другие христиане, жившие там, начали с ней приходить в гробницу святого и приносить туда своих недужных, которые по молитвам святого Уара получали при гробе его исцеления. И распространилась слава о святом Уаре во всем окрестным местам, и все с верой притекали гробницы его. По окончании святой службы Клеопатра устроила богатые угощения для всех собравшихся и сама вместе с сыном служила своим гостям. В это время сын ее, служа гостям, внезапно заболел и пошел лечь на одр свой. Когда все гости встали из-за обеда, Клеопатра стала звать своего сына, чтобы он вкусил от остатков трапезы. Но Иоанн не мог сказать ни слова сжигаемой огнем горячки. Увидев, что сын ее заболел, мать сказала, «Клянусь Господом, что я не вложу в кусках хлеба уста свои, доколе не увижу, чем кончится болезнь моего сына». Она села около него, охлаждая, чем возможно, сожигавший его жар болезни и скорбя о своем единственном сыне. В полночь отрок умер, оставив свою мать в безутешном горе. С плачем устремилась она тогда в храм святого Уара и припадши к его гробнице вопияла. «Так-то оплатил ты мне угодник Божий за то, что я столько трудилась для тебя». Такую-то помощь ты оказал мне, тогда как я для тебя презрел своего мужа и разлагал на тебя всю свою надежду. Ты допустил умереть мою единственную сыну, погубил мою надежду, отнял меня святочей моих. Кто теперь пропитает меня в старости? Кто закроет мне очи по смерти? Кто погребет мое тело? Лучше бы мне умереть самой, чем видеть мертвого моего сына, как цветок увядший прежде времени. Отдай же мне моего сына, как негода или сей самоинтянки. 4 царств 4 глава. Или же и меня точность возьми отсюда, ибо мне о горькой моей печали жизнь стала в тягость. Пребывая с плачем у гроба святого, она на краткое время от крайней усталости и великой скорби погрузилась в сон. Дальше все основоднение будет. Вот откуда все связано со сном. Проспали жизнь, проспали Библию, проспали спасение. В сновидении перед ней явился святой Уар, держа за руку ее сына. Оба они были светлые, как солнце, и одежда их были белее, чем снег. На них были золотые пояса и венцы на головах, красоты несказанной. Несказанной. Увидев их, блаженная Клеопатра бросилась к ногам их, но святой Уар поднял ее, говоря, «О, женщина, что ты жалуешься на меня? Уже ли я забыл твои услуги, какие ты оказала мне в Египте и во время путешествия? Или ты думаешь, что я не чувствовал ничего, когда ты взяла мое тело из груды трупов скота и положила меня в своей комнате? Разве я не внимаю всегда твоим молитвам и не молюсь за тебя Богу? И прежде всего я умолил Бога о стройниках твоих, с которым ты положила меня в гробницы, чтобы им были отпущены грехи их. То есть о мертвых он молился, это во сне она услышала, это откуда-то зашло. И вот если спросить, которые священники дают ответы, они это не ответят, они, может, и житья не знают, что все это ни на чем не основано. Потом я взял на служение небесному царю твоего сына. Не ты ли сама просила меня здесь, чтобы я и спросил для тебя у Бога то, что ему угодно и полезно тебе и твоему сыну? Итак, я просил всеблагого Бога и он соблаговолил по неизреченной своей благости на то, что твой сын был принят в небесное его воинство. И вот сын твой, как ты видишь, теперь стал одним из предстоящих престолов Божием. Если же хочешь, возьми его обратно и пошли его на службу к царю земному и временному. Вижу, что ты не хочешь, чтобы он служил царю небесному и вечному. Это она все видит во сне. Отрак же, сидевший на руках уара, обнял его и сказал, нет, господин мой, не слушай матери моей, не отдавай меня в мир полной неправды и всякого беззакония. Откуда я спасся благодаря твоему заступничеству? Не лишай меня, отче, обещания с тобой общения, с тобой со святыми. То есть он это все видел, реально это все было и вот взяли это за основу, что она может и все. Сейчас я посмотрю. Да, действительно так, ноль.